Всем привет! Вы часто в комментариях просите обзоры на что-то более свежее и актуальное. Так вот, если вы поддержите сегодняшний обзор лайками, репостами, комментариями, то мы будем чаще снимать молодняк. Ну а пока сегодня мы представляем вашему вниманию Hyundai Santa Fe 4-го поколения. Причем в сегодняшнем обзоре мы рассмотрим не одну машину, а две. А точнее сравним дорест и резко. Санта Фе 4-го поколения выпускается с 2018 года, а в 2020 году она быстренько добралась до рестайлинга. Кстати, рестайлинговые Santa Fe получили гибридные версии и очень продвинулись в плане цифровых достижений. У рестайлинговых Santa Fe 4-го поколения больше камер снаружи, умнее адаптивный круиз-контроль, есть функция дистанционной парковки, когда водитель снаружи машины. В салоне у рестайлинга еще больше изменений. Появилась и полностью дисплейная панель приборов вместо селектора КПП кнопки. Все двигатели у рестайлинговой Santa Fe новые. Изменений много хватит буквально на новую модель. В общем, в этом обзоре мы расскажем про все версии Hyundai Santa Fe 4-го поколения. Нареканий по покраске кузова буквально нет. Что иногда огорчает, так это точки ржавчины в местах, там, где камешки пробили панель крыши до металла. Также еще бледные точки коррозии иногда со временем появляются на молдингах дверей, которые идут вдоль порогов. Основные фары на Santa Fe 4-го поколения расположены в бампере снизу и вертикально. Владельцы жалуются, что дорожная грязь наглухо покрывает их стекла. В слякотных условиях фары буквально слепнут. Омыватели не предусмотрены в принципе. Кстати, если фары потеют, то туда можно поместить пакетики силикогеля. Можно, кстати, даже купить оригинальные. А поместить их можно туда после откручивания верхней крышки. У Santa Fe 4-го поколения есть проблема с приводами багажника. Сначала они начинают барахлить, а затем и вовсе перестают работать. Если это случилось в гарантийный период, то дилеры в этом случае их меняли по гарантии. Суть в том, что вот здесь и вот здесь обламываются провода, потому что оплетка не эластичная. Некоторые мастера предлагают ремонт проводки, потому что оригинальные сервоприводы оцениваются в 500-800 долларов. Нередко у Santa Fe до рестайлинга появляется скрип и шуршание в районе пульта стеклоподъемников водительской двери. В общем, чтобы решить эту проблему, надо снять весь этот блок и по периметру обклеить его антискрипом. И тогда проблема будет решена. Еще шуршание и щелчки появлялись в области рулевой колонки. Тут на помощь приходили дилеры. Меняли рулевую рейку по гарантии, потому что у нее была признанная с заводом проблема с износом подшипника. Еще по гарантии дилеры устраняли люфт водительского сидения. Для этого в точке крепления сидушки к поперечине добавляли шайбы. Двигатели на Hyundai Santa Fe до рестайлинга и после рестайлинга совершенно разные. Можно сказать лишь одно, что дорестайлинговая модель донашивала двигатели предшественника. В любом случае Santa Fe четвертого поколения оснащалась четырехцилиндровым турбодизелем. Чаще всего встречаются вот такие вот моторы 2.2, как в нашем случае. Реже 2.0. Если трансмиссия автоматическая, то обязательно восьмиступенчатая. Дорестайлинговые дизели чугунные с цепным приводом ГРМ. Там две цепи. Это без всякого сомнения. Классные моторы. Системных проблем у них нет. На Sante третьего поколения были проблемы с растрескиванием ГБЦ по гнездам свечей накаливания. Но ничего такого на машинах четвертого поколения не происходило. Но были случаи растрескивания обратной магистрали форсунок. Это трубочки, которые соединяют между собой все форсунки. Эту проблему решали по гарантии. Временами эти двигатели начинают беспокоить шумами под капотом. Но это вряд ли звенят цепи ГРМ. Стоит проверить обгонную муфту генератора, а также демпферный шкив коленвала. И, кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор двигателя D4HB. Обязательно его посмотрите, если мотор вас интересует. Если не интересует, то тоже гляньте. Те, кто эксплуатировал этот автомобиль с этим мотором. Обязательно напишите в комментариях ваши впечатления и какие были проблемы. Нам это реально интересно. Бензиновые четверки, доступные для этого поколения Santa Fe до рестайлинга, тоже старые. Это либо прямо впрысковый 2.4 GDI, либо двухлитровый турбированный T-GDI. Это тоже моторы-родственники с цепным приводом ГРМ и без гидрокомпенсаторов. Кстати, цепь ГРМ у них одинаковая. Эти двигатели предлагались шестиступенчатым автоматом. Эти двигатели очень популярны на YouTube. Благодаря паре десятков роликов считается, что практически каждый этот двигатель должен пройти через капремонт из-за проворота вкладышей. А у турбированного G4KH встречается проблема с откалыванием элементов поршней под маслосъемными кольцами. Хотя на самом деле в десятки раз больше таких моторов отъездили 400 тысяч километров и более без капремонта и даже без замены цепей ГРМ. Регулировать тепловые зазоры клапанов в этом моторе нужно обязательно, если автомобиль эксплуатируется на газе. Кстати, подробнейший обзор мотора G4KJ есть на нашем YouTube-канале. Обязательно посмотрите. А если не подписаны, то обязательно подпишитесь. Будете в курсе всего самого интересного из среды автомобилей. Редко на Santa Fe 4-го поколения можно встретить двигатель V6 объемом 3.5 литра, который устанавливался на два предыдущих поколения. У мотора G6DC легкосплавный блок цилиндров гидрокомпенсаторов нет совсем, а привод распредвалов двумя цепями. На этом автомобиле его подружили с восьмиступенчатым автоматом. Ну и в принципе-то двигатель неплохой, но загрязненные радиаторы могут запросто привести его к перегреву и залеганию поршневых колец. После рестайлинга Santa Fe 4-го поколения получила совершенно новые двигатели. Естественно, объективной статистики о их поломках еще нет. Но сегодня мы постараемся вам рассказать о их конструкции и о вероятных неприятностях. Это двигатели семейства Сета-3. То есть, по факту, глубоко модернизированные Сета-2 с устранением всех их недостатков. Еще вот эти и другие моторы корейцы назвали Smart Stream, что означает умный поток. Ну, непонятно, что за поток и почему он умный. Ну, шутка. И этот мотор подружили шестиступенчатой АКПП. В данном случае у нас GDI на 194 лошадиных силы бензиновой. Блоки цилиндров у этих моторов, естественно, легкосплавные. В них при отливке помещены облегченные чугунные гильзы. В приводе ГРМ используется тонкая зубчатая цепь. Гидрокомпенсаторы у двигателя Сета-3 появились. Используется впускной коллектор изменяемой геометрии. Маслонасос с двумя степенями производительности. Есть версии как с распределённым впрыском MPI, так и с комбинированным, когда есть и форсунки непосредственного впрыска GDI, так и форсунки распределённого впрыска MPI. Такая комбинация используется как на атмосфернике, так и на турбомоторе. Что же известно об этих двигателях? Не поверите, эти моторы, по невероятному стечению обстоятельств, сходили с конвейера бракованными. То есть, сверление для отвода масла из канавок маслосъёмных поршней было несквозным. Первыми горе хлебнули владельцы Kia K5 и Hyundai Sonata. То есть эти двигатели жрали масло просто с первых километров. Но справедливости ради надо сказать. Вот эти автомобили Sonata и K5 получили эти моторы первыми, то есть в 2018-2019 годах. А на Hyundai Santa Fe эти двигатели появились в 2020 году и уже у них такого недостатка не было. При этом сохраняется риск того, что некачественный бензин приведёт к оплавлению катализатора, появлению керамической пыли и поршни разотрут эту пыль по стенкам цилиндров до задировки. В общем, если у вас была такая проблема, не дай бог на вот этом автомобиле, обязательно напишите в комментарии. Очень интересно. Редко встречается новый 3,5-литровый бензиновый двигатель семейства Labda 3. Его тоже назвали Smart Stream. В общем, у этого двигателя легкосплавный блок, чугунные гильзы, гидрокомпенсаторы в приводе клапанов присутствуют, привод ГРМ парой цепей, комбинированный впрыск. Форсунки есть не только в ГБЦ, но и во впускном коллекторе. Агрегатируется он с 8-ступенчатой АКПП. Пока проблем с ним не замечено. Может, потому что он очень нечасто встречается в наших краях. Еще один двигатель Smart Stream является дизельным. На смену старому чугунному D4HB пришел новый D4HE. У него легкосплавный блок и ременной привод ГРМ. Одна турбина с электромеханическим приводом геометрии, двухконтурная система EGR, двухступенчатый масляный насос, два балансира в блоке цилиндров, электронный термостат, вакуумный насос помещен в один модуль с масляным насосом. Все это размещено под коленвалом, а сам коленвал размещен со смещением относительно вертикальной плоскости цилиндров, отодвинут на 5 миллиметров от продольной оси. Топливная система Bosch с электромагнитными форсунками. Ничего плохого с этим двигателем за три года не случалось. Хотя отметим, что на первых экземплярах трескался теплообменник EGR высокого давления, появлялась сажа по сварному шву. Этот теплообменник находится спереди, сверху на двигателе, сразу под декоративной крышкой. Кстати, отметим, что контур низкого давления системы EGR отбирает выхлопные газы, очищенные, то есть сразу после катализатора и сажевого фильтра. Интересно, а что будет после вырезания катализатора? Сажа полетит во впуск через крыльчатку компрессора, через интеркулер и потом в цилиндры? Очевидно, что вместе с вырезанным сажевым фильтром придется глушить весь низкий контур EGR и как-то переписывать программу управления двигателем. И, кстати, чтобы совсем обрадовать владельцев дизельных Santa Fe 2.2 Smart Stream D спарили с восьмиступенчатым преселективом. Вот такой вот подарочек. Кстати, двигатель 2.2 Smart Stream D поучаствовал в отзывной кампании по поводу топливных трубок. Тут менялись стальные подающие трубки, так как возникает течь на соединении над пластиковым кожухом ремня ГРМ, где топливо может попасть под кожух по стыку, а там и до ремня недалеко. Шестиступенчатая трансмиссия на Hyundai Santa Fe четвертого поколения хорошо известна по предыдущему поколению. У нас, кстати, на канале есть подробнейший обзор одной из таких трансмиссий. В общем, эти трансмиссии рассчитаны на вес и мощность определенной модели Kia либо Hyundai. Не любят агрессивную езду, бездорожье, пробуксовки и так далее. Масло ATF SP4 надо обязательно менять каждые 50 тысяч километров. Для частичной замены достаточно 6 литров масла. Если будете менять масло вовремя, то не будет сбоев гидравлики. И вот все вот это, то, что я сказал, плюс убрать агрессивную езду, поможет трансмиссии вот этой пройти 300 тысяч километров и даже более. Будете агрессивно ездить, пробуксовывать и так далее, разрушите дифференциал. Восьмиступенчатые же трансмиссии на Hyundai Santa Fe пока никаких поводов для беспокойства не дают. Хотя были случаи разрушения муфты блокировки гидротрансформатора в гарантийный период. И было немало случаев гарантийных ремонтов и даже за свой счет из-за появления пинков и стружки в масле. Если восьмиступенчатый автомат начал пинаться при замедлении при переключении на первую передачу, то обязательно замените частично ATF, правильно выставьте уровень и сбросьте адаптации трансмиссии. Также еще можем порекомендовать бережную эксплуатацию, замену ATF каждые 50 тысяч километров. ATF такого же типа, как и у шестиступенчатой трансмиссии SP4. Фильтр находится глубоко за гидроблоком. Преселективная трансмиссия для рестайлингового дизеля называется D8LF1. У этого агрегата мокрая, то есть погруженная в масло многодисковое сцепление электрический масляный насос. В эту трансмиссию заливается специальное масло двух сортов. WDGO1 – 3,5 литра в механическую часть, и WDHO1 – 2,5 литра в мехатронную часть. Используются два масляных фильтра. Один глубоко внутри, а второй тоже внутри, прямо на гидроблоке. Масло нужно менять по регламенту каждые 80 тысяч километров или даже чаще. В общем, первый восьмиступенчатый преселектив для Hyundai и Kia получился сырым. Было немало случаев гарантийного ремонта, а также перепрошивок. Но сейчас, на сегодняшний день, он повально не выходит из строя и служит нормально. А у нас объявление. Компания «АвтоСтронг» приглашает к нам в команду кладовщиков, автослесарей и специалистов по продаже автозапчастей. Важно знание и понимание устройства автомобиля. Опыт приветствуется. Если его нет, то всему научим. У нас официальная заработная плата, официальное трудоустройство и, что очень важно, бесплатное жилье для иногородних. Успей стать частью нашей команды. Количество вакантных мест ограничено. Званий плюс 375, 44, 786, 50, 20. Ну и ещё. Помимо очень качественных ВУ запчастей, в «АвтоСтронг» есть ещё новые запчасти и технические жидкости. А также есть подразделение «Мотостронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаём байки с минимальными пробегами по хорошим ценам и продаём с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл «Айда в Мотостронг». Ссылочки я оставил в описании. А сейчас, прямо сейчас, мы не поедем на СТО, чтобы рассказать вам об этом автомобиле. Поедем мы спать, а завтра утром обязательно поедем на СТО. Так что не переключайтесь. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Полноприводная трансмиссия корейских кроссоверов до сих пор не избавилась от проблемы попадания влаги и грязи на шлицы промежуточного вала, соединяющего трансмиссию с угловым редуктором раздаткой и осью, идущую к правому переднему колесу. Если в это шлицевое соединение не была добавлена смазка, то это надо обязательно сделать. Причём, это делается на профильных СТО, потому что дилеры таким не занимаются. Да, придётся снимать раздатку и смазывать плохо промазанные и защищённые шлицы. Santa Fe 4-го поколения унаследовала проблему от своей предшественницы. Барабан муфты включения задней оси трескается по сварному шву, соединяющего его со ступицей, в которой находится шлицевая втулка. Аккуратная и прочная сварка этих деталей помогает решить проблему без покупки дорогущего и хлипкого барабана. Обновлять масло в редукторах надо раз в 80 000 км. В передние и задние редукторы заливается специальное трансмиссионное масло, то есть спецификации API GL5. Вмещается примерно 500-700 грамм. Также в муфте подключения задней оси тоже надо менять масло DTF1 либо же TF0870. И туда помещается 400 грамм. Тормозная система на дорестайлинговых Santa Fe слабенькая. Колодки и диски могли быть побольше. Колодки очень быстро изнашиваются. Примерно 20-40 тысяч километров в зависимости от того, как вы ездите. И вдобавок, что хуже, перегреваются и деформируются тормозные диски. Всё это на многих машинах меняли по гарантии. До рестайлинговой Santa Fe иногда могут беспокоить непонятным шумом и дребезжанием. А вот источником этого дребезжания и шума, которые слышны из-под днища, могут быть трубки, которые проложены вдоль левого порога. А здесь проложены топливные трубки, тормозные трубки и трубка подачи мочевины. В общем, чтобы решить эту проблему, трубки можно изолировать и обернуть их каким-нибудь мягким материалом, который исключает дребезжание. И ещё топливные трубки могут, кстати, начать дребезжать ещё в области моторного щита. Запасное колесо у Santa Fe 4 поколения висит в заднем свесе кузова. В принципе, как и у Santa Fe третьего поколения. И проблема у этих поколений одна и та же. Дело в том, что механизм опускания запаски тросовый и трос закисает настолько, что невозможно оторвать запаску от днища. В общем, раз в год рекомендуется опускать запаску, смазывать трос и поднимать её обратно. Подвеска Santa Fe 4 поколения до и после рестайлинга конструктивно не отличается, но номера запчастей разные. В том, что касается рычагов спереди и сзади, поворотных кулаков и тяг стабилизаторов, разницу глазом не заметить. Но подрамники совершенно разные. Торсионы стабилизаторов изогнуты немного иначе. До и после рестайлинга шаровые опоры можно откручивать и менять отдельно. Они недорогие – 30-40 долларов по оригиналу. Есть заменители, а вот для рестайлинга заменителей намного меньше. В целом подвеска на Hyundai Santa Fe 4 поколения не беспокоит. Однако на рестайлинговых Santa Fe по гарантии меняли опоры задних амортизаторов. Да и сами амортизаторы. Оригинальные опоры стоят 35 долларов, а амортизаторы по оригиналу – 430. Пока доступны только в оригинале. В целом, Santa Fe 4 поколения получилась надёжной и нехлопотной. Озвученные проблемы с моторами и трансмиссиями коснулись буквально каждой десятой машины и были решены по гарантии. Хочется надеяться, что моторы Smart Stream и 8-ступенчатые АКПП будут служить долго. Ну а с элементами полного привода, то есть со шлицами промежуточного вала и со слабеньким барабаном муфты, придётся разбираться самостоятельно. Но по тому и другому вопросу есть много специалистов. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».